Первый канал и компания «Телеформат» представляют Ну что, красота-то какая, Фёдор, а? Вечер выходного дня детектив Насонов с помощником решили провести на рыбалке О! Смотрите-ка, плывёт кто-то Что это у неё такое на голове? Фёдор, нехорошо подглядывать за молодыми девушками Да я не подглядываю, я просто пытаюсь понять Ну а что тут понимать? Без биноклей виден, симпатичная девушка Интересно Может сюрприз кому-то хочет сделать? Да, удался вечер И рыба клюёт, и наяды на берег сходят Фёдор, смотри, а у девушки-то, похоже, какие-то проблемы Всё, пойдём Возьмите Да вы присядьте к костру Спасибо Ну, сейчас выпейте и расскажите нам, кто вы и что случилось Я Наташа Аверьянова Драпла из дома своего же дняха У него сегодня помолвка с новой невестой А вы, получается, невеста в отставке Ну да, ну, я взбалмошная, а у новой невесты и родители побогаче Так что, ой, обжигает, хорошо Ну и всё-таки интересный у вас способ ходить в гости А иначе в дом не попасть Там забор, и охрана предупреждена меня не пускать Теперь и здесь забор строят, так что скоро и с речки не попадёшь Ну а зачем надо было идти в дом, где вас не хотят видеть? Хотела в глаза посмотреть этому подлецу, чтоб ему стыдно стало Ну и как, стало? Да нет, он у меня собаку натравил, ну, в общем Ну, только учтите, если там произошла какая-то кража, я сам вас отвезу в милицию Да я ничего не брала Вы посмотрите, я практически голая Ну, в общем, да, спрятать некуда А если Глеб правда объявит меня воровкой, вы будете моими свидетелями? Меня зовут Алексей Викторович, я частный детектив Частный детектив? А что вы так испугались? Если всё, что вы нам рассказали, правда, то вам бояться нечего А если что-то не так, то скрывать я ничего не буду Выгораживать такую девушку, даже очень красивую, тоже не буду Ладно, спасибо вам большое Я пойду, у меня на шоссе машина осталась Спасибо Утром детективы, как всегда, обсуждали планы на день А потом отчёт клиента Слушаю Раюхин Борис Ильич, садись, пожалуйста Спасибо Наташа, вы обещали говорить мне правду А вы поставили меня в дурацкое положение Простите, Алексей Викторович, я надеялась, что Глеб окажется порядочным человеком Вы зачем к нему в дом забрались? Дело в том, что пропала моя подруга Нина Филимонова Это родная сестра Глеба Ну, мы, собственно, с ней и познакомились, когда я была невестой Глеба Нина в этом же доме жила? Да Вы знаете, то, что пропала Нина, это ещё хоть как-то я могу объяснить С ней вечно что-то случалось Она могла уйти, заблудиться и найти дорогу домой Но потом пропал Артём А Артём это кто? Артём – это жених Нины Их объявили в розыск, но пока ничего не известно Ну, допустим, но это же никак не объясняет, что вы залезли в дом Филимонова Позавчера мне позвонил неизвестный И сказал, что Артём прислал Глебу в письмо В котором есть какая-то подсказка, что случилось с Ниной и с Артёмом Вы украли это письмо? Да Я знала, где лежит оно, в комнате Глеба Я думаю, это и дало Глебу повод обвинить меня в воровстве Неожиданно в комнату вошёл Сергей Сергеевич Ну, это дядя Глеба Я выпрыгнула в окно и бежать А сейчас это письмо? Я его спрятала в бутылку, которую заранее приготовила на берегу Ну, на случай возможного бегства Ну, я привязала груз к бутылке и кинула её в воду Чтобы она утонула, а потом можно было бы её достать Наташа, а вы увлекаетесь переключенческой литературой? Ладно, хорошо, я проверю, я попробую найти эту бутылку Но если вы меня обмануете Обязательно нужно найти это письмо Я же его просто глазами пробежала и увидела подпись Артёма И всё Вот, нашёл Давай, доставай Ух ты, она, наверное, плохо закрыла пробку и туда попала вода Я, кажется, знаю, как её достать, надо... Подожди, 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 сейчас позвоним следователю, пусть он всё оформит, как положено по закону Алё, здравствуйте, будьте добры, следователь Краюхина Насонов объяснил следователю, что найдена важная улика и попросил его приехать Всё, ждём Ну что, пока можно позагорать Есть бутерброды, вода Давай Письмо на принтере напечатано Такая бумага после 12 часов в воде не расползается Так что прочитать, что там написано, возможно Странно как-то В наше время уже давно изобрели телефон К тому же Артём был вхож в дом Зачем был отправлять письмо? Средние века, ебога Ну не скажи, то, что письмо напечатано на принтере Наводит на мысль, что есть копия этого письма Что может являться гарантией безопасности отправителя То есть в письме есть что-то, на что Глеб мог неадекватно отреагировать И Артём так пытался себя обезопасить? Возможно И возможно, что здесь хранится ключ к отгадке исчезновения Нины и Артёма То есть мы переключаемся на поиск людей? Не исключено О, как быстро, молодец Вот, Борис, смотрите Вот это то самое письмо Ох ты, мама родная Ещё письма в бутылке мне не хватало для полного счастья Насонов и следователь вернулись в отделение милиции Следователя ждал Глеб Филимонов У которого появилась какая-то новая информация Вот, я принёс новое заявление Здесь я уточнил, что именно похищено Наталья Верьянова украла у меня кольцо с изумрудом Стоимостью 57300 рублей Какая точность? То есть, получается, вы опровергаете ранее сделанное вами заявление о том, что он украл драгоценности на сумму более полумиллиона рублей? Опровергаю Ночью в опухах я не мог ничего разглядеть Вообще, какая разница, насколько она украла? Она воровка, она должна засидеть в тюрьме Ну, вообще-то разница есть То, что она украла кольцо, ещё надо доказать И вообще, я не понимаю, почему её надо держать в изоляторе Вполне можно отпустить подписку о невыезде А вы, собственно, кто такой? Моя фамилия Насонов, я частный интегтив Представляю интересы Натальи Аверьяновой Документы у меня все в порядке Да-да, документы все в порядке Чёрт знает что Глеб Михайлович Извините, Глеб Михайлович А я бы мог бы осмотреть место Где вы храните драгоценности свои Ну, если это, конечно, возможно Почему бы, я не по власти прошу Бывший жених Глеб Филимонов Обвиняет Наталью Аверьянову В краже драгоценностей Однако Наталья утверждает Что проникла в дом к Филимонову с другой целью За письмом, проливающим свет На тайну исчезновения сестры Глеба Детективы действительно находят загадочное письмо А поведение Глеба Кажется им всё более подозрительным Вот здесь хранятся драгоценности Всё соответствует офису Не хватает только кольца А что за кольцо? Фамильная драгоценность Кольцо с изумрудом Которое когда-то подарил Наташа Которое она потом мне вернула После того, как мы с ней разберлись А кто-то может подтверждить Что вы положили сюда кольцо? Дядя Серёжа, Сергей Сергеевич А где я могу его найти? В саду Там всегда были Да-да, я видел, как Глеб положил кольцо в шкаф И видел сам, как Наташка рылась в этом шкафу А у Глеба какие отношения были с ними? Глеб сестру недолёгливал Младшенькая Хворая Любимица у родителей А после смерти родителей У них отношения вообще расстроились Ну, это отчего же? Ой, отчего? Глеб Попросил Нину Уступить ему Её часть акции В общем, она ему отказала И всё После этого, как будто кошка между ними пробежала Вы вот насчёт наследства, если можно, поподробнее Мой брат, Михаил Сергеевич Написал в завещании, что он делит имущество и бизнес на три равные части Мне, Глебу и Нине До заключения брака У Нины от куном является Глеб После бракосочетания Значит, она со своим мужем Может совершенно самостоятельно распоряжаться своей долей акции Своей долей богатства Это потому что? Да Нина психически немножко нездорова У неё бывали случаи, когда она дорогу к дому забывала Забывала, как её зовут по имени А Артём как к ней относился? У Артёма с Ниной, мне кажется, были материальные интересы Он так прямо и заявил Что после бракосочетания Все деньги он изымает из бизнеса И отдаёт на свои археологические раскопки Он же у нас учёный А у учёных всегда свои интересы Извините Да, Борь Письмо уже обработали? Прекрасно Я сейчас подъеду Сергей Сергеевич, спасибо Вы мне очень помогли До свидания Не стоит, обращайтесь Вот письмо Оно очень хорошо сохранилось Правда, если на нём когда-то и были потожировые То теперь их нет Так Дорогой Глеб На милицию надежды мало Поэтому я продолжаю собственные поиски Нины Километров 60 вниз по реке Нашёл у бабки знахарки Девушка Она называет себя другим именем У неё изуродное лицо Но по всем приметам это наша Нина Давай встретимся и обсудим, как быть С уважением Подпись Ещё мы нашли подпись Артёма Но подпись такая короткая, что точно определить, он это подписывал или не он Практически невозможно Борис, ну теперь ты понимаешь, что всё гораздо серьёзнее Что моя клиентка Аверьянова проникла в дом именно за этим письмом То есть ты полагаешь, что Глеб не хотел, чтобы письмо попало в чужую руку? Да несомненно, поэтому она хочет засадить Наташу в тюрьму, чтобы потом с ней договориться Свобода в обмен на письмо Так что выпускаю мою клиентку То есть как выпускать? Выпускай, выпускай И непременно сообщи об этом Глебу А, понял Наташа, ваше письмо действительно бомба замедленного действия И я не исключаю, что Глеб попробует любыми путями его у вас забрать Угу Глебу вы скажите, что про письмо следователю ничего не сказали Сказали, что в дом полезли за кольцом Оно же ваше? Конечно моё А Глебу скажите, что готовы отдать вам письмо, ну скажем, тысячи за пятьдесят долларов Да вы что, он такой жмот, он в жизни таких денег не даст, он лучше меня убьёт Не волнуйтесь, мы будем рядом Вот мои помощники Ладно, сама кашу заварила, придётся и расхлёбывать Да, они вас сейчас отвезут домой, только у подъезда вы не усаживайте, высадите чуть раньше Дальше просто наблюдайте Хорошо Хорошо, вы с ними Насонов оказался прав, Глеб караулил Наташу около дома Что надо, любимый? Отдай письмо А зачем тебе она? А тебе зачем? Я собираюсь искать Мину, возможно даже смелее Но следователю я пока этого не сказала Ух ты, какая умная девочка, ты знаешь, а то я тоже собираюсь искать Нину Ну вместе искать не предлагаю Если хочешь письмо, давай пятьдесят тысяч Ты с ума сошла, что ли? Ну я, конечно, не верю, что ты собираешься искать Нину Хочешь письмо, давай пятьдесят штук и пиши расписку, что претензий ко мне не имеешь Да вот тебе, а не пятьдесят штук, я тебя посажу Фу, как грубо, сначала докажи У-у-у-у, какая умная девочка Ты знаешь, я думал, что ты меня любила А ты такая же, как и моя нынешняя подруга А потому что все вы женщины такие Я очень рада, что у тебя такая невеста И что ты так попал, мой мальчик Хорошо, завтра принесу бабки Готовь письмо Ну что, ты поставишь камеру, я его провожу по домам? Да, давай так Утром следующего дня Насонову позвонил взволнованный следователь Краюхин Слушай Алексей Викторович, беда, Глеб Филимонов убит Как убит? Где? Только что позвонил его дядя Сергей Филимонов Он обнаружил труп Глеба в его доме Слушай, а мы можем выехать с вашей группой на труп? Ну конечно Договорились Юля, собирайтесь, выезжаем на труп Вот, утром зашел Глеба, а тут я сразу позвонил в милицию Кто-нибудь выстрел слышал? Может быть, прислуга, сторож? Нет, правда, всех-то я не спрашивал Кого видел, тебя не слышали Я думаю, что кто-то его окликнул из окна Он открыл окно и сразу выстрел, и все Костик, ну что? Ну что, смерть наступила между двумя-тремя часами ночи Вот, в результате огнестрельного ранения в голову Пуля, предположительно, 9 миллиметров Все остальное после вскрытия Но предположить, что стреляли через окно ведь возможно? Вполне Что, Горь, пойдем посмотрим? Пойдем Стойте, пожалуйста, вот там Мы вас по ходу дела будем спрашивать Вот смотри Женский след свежий Ты знаешь, есть такие туфельки без каблука Сейчас у нас эксперт это все дело сфотографирует Я думаю, даже гипсовый слепок получится Ну да, отпечаток достаточно четкий Только вот нога для этой балетки, наверное, была широковата Ты знаешь, твоя Верьянова Вот она точно в таких же была Да, вот, и размер вроде ее Да, вот отсюда на его и... Ох! Ты опять за свое Даже размер ее запомнил Да, а почему и нет? Это она на самом деле лапшу на уши вешала Что она за письмом лазила Письмо это так А на самом деле она хотела замочить изменника Элементарно, он же ее бросил Бросил, женится на другой Просто в тот раз у нее не получилось Сергей, а вы вчера с Глебом разговаривали? Да, он вернулся из милиции Сказал, что Наташку отпустили И обещал все равно посадить ее в тюрьму И пока она не вернет кольцо Так кольцо все-таки пропало Да, а еще он сказал, что терпеть не может Чтобы всякая девка с ним вот так вот обращалась Типа пошел на принцип Вот правильно И из-за этого тоже Вот все-таки зря я ее отпустил Надо было с ней переговорить Алло Дежурный Да, это Краюхин беспокоит Слушай, организуй-ка мне встречу с Аверьяновой Через час Давай Юля, надо потихонечку осмотреть дом Найдите все камины Мне нужны пробы пекла из каждого Давай Красивые туфли Нечего сказать Совсем новые Я очень люблю эту модель Удобно, да и модно сейчас Я таких сразу две пары купила Да? А где вторые, старые В которых вы были вчера под окном убитого Филимонова? Я ни под какими окнами вчера не была Я приехала из СИЗО, поела, приняла душ и легла спать Да, кто сможет доказать? Никто, я живу одна Прекрасно, так и запишем Алиби нет Да что же это такое? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Ох, вот молодцы Отпечатки Стерты, да? Нашли пистолет Макарова, из которого был убит Филимонов Печатки, правда, стерты, но это еще ничего не значит Борис Ильич, я готов доказать, что моя клиентка, Наталья Аверьянова, под окнами Филимонова вчера вечером не была Мои помощники установили напротив ее квартиры видеокамеру, имеется видеозапись Выходила она из квартиры один раз, вынести мусор в 21.38 Второй раз она открыла дверь только твоим операм Миленький вы мой спаситель Ты и правда сбалочная Извините Да, Юль В пепле камина найдены оплавленные кусочки тэп Это такой вид полимера, из которого делают подошву женской обуви Хорошо, спасибо, я так и думал Я, когда удирала из дома, потеряла одну туфлю Но побоялась, что меня догонят, поэтому быстро сунула письмо в бутылку Выбросила одну туфлю в речку и поплыла А это вторая пара И кто тогда стрелял, если не она? Борис, есть у меня одна идея на этот счет, надо проверить Возможно, убийцу я тебе привезу прямо сюда Только давай договоримся Наташа как будто находится у тебя И улик против нее предостаточно, хорошо? Наталья Аверьянова незаконно проникла в дом своего жениха Глеба Девушка охотилась за письмом, объясняющим, как ей казалось, загадочное исчезновение сестры Глеба, Нины Поведение Глеба кажется детективом подозрительным, но он неожиданно погибает Следы на месте преступления указывают, что убийцей Глеба могла быть Наташа Но у детектива Насонова есть другое мнение на этот счет Федор, собирайся, едем купаться, и маску возьми обязательно Куда едем? Ну, примерно 60 километров вниз по течению реки Почему 60 километров? Здесь есть красивые места? Нет, я помню письмо Артема, 60 километров вниз по течению реки А, я поняла, мы едем к бабке-знахарке на деревню Да не совсем так, где-то здесь мы будем искать труп Нины Я, кажется, даже догадываюсь, кто будет нырять Юль, вот если бы тебе понадобилось спрятать труп И ты решила бы его утопить, ты бы как поступила? Ну, наверное, спрятала бы подальше от людей Чтобы с шоссе был более-менее спокойный выход Чтобы не тащить труп через кусты Совершенно верно Так что смотрим по сторонам и ищем примерно такое место Честно говоря, мне-то начинает уже надоедать Давай, давай, ныряй, Федор Чуть что, сразу косой Да, ну ты артист Ныряй, ныряй Ну что, придется ему, наверное, помогать Нашел? Ничего Нашел, да? Там Давай, название лица Кажется, Сергей Сергеевич сюда Так, а ну-ка быстро прячемся, посмотрим, что он будет делать Давай, давай, Федор Ну, Сергей Сергеевич, что же тут делать? Тоже труп, наверное, ищете Ну, давайте, давайте Юль, сними его, изыскай И смотрите-ка, кажется, нашел Молодец Ну что, самое время с ним поговорить Сергей Сергеевич, какая встреча? Решили искупаться? Мы вот тоже Ну да Вот ведь мир тесен Такая большая река И здесь встреча Хорошее место, правда? Красивое место А что, вода просрочена? В каком смысле? Ну, в смысле дно, видно? Ну, не очень Ну, труп-то разглядеть можно? Такой труп В очубелии! Так, спокойно, спокойно Спокойно Сергей Сергеевич, успокойтесь Сейчас мы пойдем к следователю И, как говорится, чистосердечное признание Пойдемте, пойдемте Присаживаемся сюда Ну вот, Борис Ильич, как и обещал Привез вам убийцу Глеба Да ну Вот и я говорю Что у товарища детектива С головой беда Я и убийца Да зачем мне это нужно? Ну, как зачем? Глеб мертв, не мертва Вы теперь единственный владелец бизнеса Что здесь вообще происходит? Я требую оградить меня От этих голословных объявлений Сергей Сергеевич Ну, давайте Я сейчас начну рассказывать И если где-то ошибусь в мелочах Вы меня поправьте Но я думаю, дело было так Весь этот план вы задумали Когда Глебом пересказал свой разговор с сестрой Вообрази Эта соплюшка отказалась мне продать акции Ну, дура-дура! Глеб Ну, зачем так о сестре? А как и должен о сестре? Видите ли, Артем Хочет вложить их долю на археологические изыскания? Идиот! Нет, я не дам завалить дело Итак, вы поняли, что Глеб не успокоится Стали наблюдать за ним И, наконец, дождались Очевидно, вы стали свидетелем убийства Нины Проследили за Глебом Как он вывез труп Привязал груз к нему И утопил в реке Вы запомнили это место Мои люди подняли труп Нины, Сергей Сергеевич Так что я бы на вашем месте не делал такие удивленные глаза Так это он ее и убил Я-то тут при чем? Сергей Сергеевич, ну все-таки давайте закончим страшную картину преступления в целом Итак, Нина мертва Остается убить Глеба Но исчезновение и смерть всех партнеров по бизнесу Будет крайне подозрительной Подозрения, в первую очередь, падут на вас, единственного наследника И вот тогда вы придумаете хитрый план Вы пишете письмо Глебу якобы от имени Артема Все это чушь Я не знаю никакого письма А в письме вы упоминаете о месте В 60 километрах Вниз по течению реки от вашего дома Где Глеб утопил тело Нины И Глеб боится, что Артем начнет его шантажировать Значит, Артем тоже не исчез? Глеб убил и Артема? Думаю, да А потом вы сообщаете Наташе об этом письме Вы уверены, что ей станет интересно Что же в письме Артема, который он написал Глебу? И вы не ошиблись Она действительно пробирается в дом Глеба За этим письмом в день его помолвки Застав Наташу в кабинете Глеба Вы поднимаете тревогу Только не сразу Даете время ей немножко оторваться от преследования А потом крадете кольцо Чтобы максимально обострить отношения Наташи и Глеба Чтобы это выглядело мотивом для убийства А дальше вам и вовсе повезло У реки вы находите туфельку Наташи В магазине покупаете точно такие же И пользуясь тем, что размеры у вас почти одинаковые Оставляйте под окном Глеба следы Которую оставила якобы Наташа Да вы правильно рассчитали Что после СИЗО она будет отсыпаться И алиби подтвердить ее никто не сможет Глеб! Глеб! Где Сережка? Потом вы убиваете Глеба Пистолет выбрасываете в кусты Предварительно стерев отпечатки пальцев А туфли сжигаете в камине Вранье! Вот оправдываться не пытайтесь Вы все равно получите по заслугам Следствию удалось доказать Что Глеб действительно убил и Нину и Артема Сергей Сергеевич приговорен к 10 годам лишения свободы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!